Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 4 декабря, Православная Церковь совершает праздник «Введение во храм Пресвятой Богородицы». «Введение во храм» совершилось по сохраненным преданиям, рассказом следующим образом. Родители Девы Марии, праведные Аким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет, если родиться дитя, посвятить его на служение. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание, собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды с пением священных песен, с зажженными свечами в руках, привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил богатраковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в 15 высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы сама взойти по этой лестнице. Но как только ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник по внушению свыше ввел Пресвятую Деву во святое святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию. Праведные Иаким и Анна, вручив дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившимся при храме. Вокруг храма, по свидетельству священного Писания и историка Иосифа Флавия имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение. Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до Вознесения на небо. Сокровенна была и ее жизнь в Иерусалимском храме. «Если бы кто спросил меня, говорил блаженный Иероним, как проводила время юности Пресвятая Дева, я ответил бы, то известно самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю ее». Но в церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала священное писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. В воспоминания в видении Пресвятой Богородице в Иерусалимский храм Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указание на совершение праздника в первые века христианства находится в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что Святая Царица Елена построила храм в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. В IV веке упоминание об этом празднике есть у святителя Григория Низского. В VIII веке проповеди в День Введения произносили святители Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи. Праздник введения во храм Пресвятой Богородице, предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения, обетование Христово пришествия. В этом празднике разве нет призыва к каждой матери и к каждому отцу, чтобы с ранних лет, с мгновения, когда ребенок может что-то уже, если не умом понять, то чуять сердце, принять благодать, сказать и нашим детям. Вступи благоговейно в ту область, куда никакая дверь, ни церковная, ни умственная, ни иная не вводит, а только безмолвное и трепетное предстояние пред Богом, то святое святых. С тем, чтобы вырасти в полную меру возраста Христова, уподобиться Матери Божией и стать храмом, местом вселения и Святого Духа, и Господа в Таинствах, и стать детьми нашего Небесного Отца. Аминь. Дорогие братья и сестры, всех вас сердечно и тепло, поздравляю с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы. Благожелаю всем заступничества и благодатного покрова Божией Матери на многое и благая лето. Благословенная заря приводится днесь в дом Господень, первосвященник чудо зря провидит класс в ней многоплоден, причистый храм, чертог и дева предвозвещает всем Христа. Благая отрасль, жизни древа глаголит трепетно уста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова